Друзья, добро пожаловать! Вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». И я очень рад, что вы сейчас мы с вами, и мы не одни. И к нам также присоединяется Скай по имени Собака. Вот кто подпевает, это сразу всегда в доме есть певец, это прекрасно. Скай, я согласен. Друзья, вот так и некоторые политики продолжают вякать со сцены, когда, казалось бы, уже давно пора успокоиться, но, тем не менее, продолжают выступать и продолжают требовать какую-то косточку, чтобы им дали погрызть, и они могли как бы отдохнуть. Но эта косточка слишком важна для нас, когда мы говорим о политике Соединенных Штатов. Щенку можно дать косточку, а Дональду Трампу косточку не будем давать. Жмите лайк и подписывайтесь на «Рашкин репорт». Мы сегодня обсуждаем поведение нашего бывшего президента. Да, он был легально избранным президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа и на CNN и всего того, что он сказал, и того из выводов, которые из этого были сделаны всеми участниками, включая Дональда Трампа. И мне поможет это сделать никто иной, как Дмитрий Абрамсон. Дима, привет, добро пожаловать. Ты пришел в себя после выступления Трампа или еще как бы не до конца? Юра, я, ты знаешь, я сразу признаюсь, я не смотрел все это от начала до конца, потому что выдержать это здоровому человеку невозможно. Я смотрел несколько вырезок из этого выступления, ничего там удивительного нет, это все ожидалось, и все это было понятно изначально, как он будет выступать и что он будет говорить. Ну, мне, по крайней мере, было понятно. Ну, и люди, которые как бы следят за этим человеком уже давно, было понятно это. И он на самом деле как бы ничего удивительного не сказал, это тот же самый поток лжи, демагогии, бред, человек, который не понимает, что он говорит, а если понимает, это еще на самом деле хуже. Но после того, как он выступил, CNN выложила несколько видео, которые я смотрел, и одной из них был сегмент про Украину. И когда я это послушал, а это уже был у нас достаточно поздний вечер, я понял, что я должен это перевести на русский язык, потому что многие до сих пор не понимают, с чем мы столкнулись. И я в эту ночь, ну, ушел, пошел спать где-то в пол первого ночи по нашему времени, что я сидел и переводил перемешку в машинный перевод с исправлениями. Несколько раз я был вынужден прослушать это видео, чтобы по смыслу понять, что он вообще хотел сказать, чтобы хотя бы, ну, по смыслу можно было передать, что он пытался там выразить. И если кому-то интересно, мы поставим ссылки, я извиняюсь, перед нашими зрителями, мы ставим их не сразу, мы ставим их после того, как мы записали, у нас просто нет возможности ставить во время эфира. Но если вы вернетесь к этому видео, может быть, через полчаса, я думаю, после нашего эфира, там должны уже быть все ссылки. И я поставлю ссылки и на мой перевод на Фейсбуке, и я поставлю ссылку на оригинал этого видео. Вот. И, конечно, если вам интересно посмотреть все, вы можете пойти на CNN, там много этих вырезок. Но если вас, прежде всего, волнует Трамп в контексте вопроса Украины, то я вам рекомендую, если вы до сих пор, ну, кто-то, может, не знает, с чем мы имеем дело, посмотреть это видео и послушать, почитать мой перевод. Ну, опять же, ничего нового он там не сказал, просто это все получилось собрано в одном флаконе, да, в шести минутах, весь этот бред и все его псевдоаргументы и демагогия. И я просто попытаюсь, я, может быть, не буду дословно зачитывать все это, я, может быть, перескажу, как шел этот вообще диалог. Ну, чтобы наши зрители понимали, CNN – это, ну, они не фанаты Трампа, это обычно абсолютно нормальные, хорошие американские СМИ с очень неплохой репутацией. И потому, поскольку они Трампа освещают правдиво, естественно, Трамп их и трамписты ненавидят CNN лютой ненавистью и еще называют их какой-то там левой пропагандистской конторой, что, конечно, абсолютно неправда, это абсолютно объективный канал. Ну, тут добавлю тогда, что политика этих каналов тоже меняется, потому что CNN было более антитрамповским, но у них поменялся главный их директор канала, и теперь они стали намного более терпимы к этой точке зрения, скажем так. И причина одна из по которых Трамп согласился принять участие – это потому что CNN сказала, что оно будет больше приглашать его сторонников в эфир. Юр, я не знал этих деталей, но мне кажется, там немножко… Я с тобой чуть-чуть не соглашусь, почему они его пригласили. Они, как любое уважающее себя СМИ, они пытаются освещать события. И поскольку Трамп на сегодняшний день очень вероятный, если не гарантированный, представитель, человек, который получит номинацию на президента от республиканской партии, они его не могут игнорировать, даже если бы они захотели. CNN критикует, что они ему дали такую платформу. Но я больше на стороне CNN, что у них, как у журналистской организации, у них нет выхода. Если есть серьезный кандидат в президенты, а, к сожалению, в современной Америке Трамп превратился в очень… И трампизм превратился в очень серьезное движение, которое, может быть, уступают, и то не всегда, как выяснилось, только демократической коалиции. Вот демократам, может быть, каким-то… Демократически-центристской коалиции. Они как бы считают, что они должны дать ему платформу. Но можно подойти к этому вопросу еще более цинично и сказать, что они прекрасно понимали, что если у них будет выступать Трамп, то это соберет очень много… Большие рейтинги, очень много зрителей. Критики CNN говорят, что они повторяют ту же ошибку, которую они сделали в 2016 году. Не только CNN, но и все СМИ, которые считали, что Трамп все равно не может выиграть. Но им было выгодно давать ему бесплатно, а практически давать ему постоянно платформу для выступлений. CNN, ведущая CNN, Кейтлин Коллинз, она оказалась, конечно, в очень неприятной ситуации, потому что совладать с Трампом очень сложно. Постоянно… Практически, это идет… Ну, есть такое понятие «голоп-гиша», когда собеседник или в дебатах, или просто человек, которого вы интервьюируете, он просто заваливает вас кучей обмана, и вы не успеваете на все это реагировать. Она честно пыталась перебивать его, делать факт-чекинг на ходу, и даже в этом видео с Украиной это видно. Но, конечно, это как бы ас-демагогия, с которым очень тяжело бороться. А зрители, они набрали республиканцев разных, потому что… Республиканской партии, то есть зал был заполнен республиканцами, которые, кроме того, что Трамп обманывал, она пыталась каким-то образом его исправлять, они еще и аплодировали его обманом, его демагогией, его выступлением. Я вам просто как бы… Ну, этим ребятам не хватало только белых простыней в этой группе. Это было просто как бы кошмар, что они аплодировали, что они поддерживали. Но это было просто… Как бы выглядело очень странно, потому что вроде бы приличный канал, вроде бы приличный эфир, вроде бы все выглядит как картинка правильная, но аплодирует на абсолютно неправильные вещи. И это Трамп и его сторонники. Они вытащили их как бы на свет божий из их пещеры. Но это было страшно смотреть на то, что они поддерживали какие… Не то чтобы радикальные, а, ну, скажем так, маргинальные, но собрали маргиналов. И вот они очень были этому всему рады и довольны этим всем. Да, Юр, ну я тебе честно скажу, что я как бы об этом тоже думал. Я не уверен, что смотря это видео, я могу на 100% сказать, что все аплодировали. Аплодисменты были громкие, их было слышно. Это явно было не 2-3 человека, это было, может быть, ползала. Но я допускаю, что какие-то кадры, когда попадали на зрителей… Ты прав, ты прав. Не все аплодировали. Там были те, которые были, видимо, считали, что он недостаточно далеко еще идет. Вот. А те, кто уже были довольны его, по крайней мере, направлением, они… Да, не все. Ты прав. Юра, ну да, ты занимаешь еще более такую циничную позицию. Я пытаюсь сказать, что, может быть, там были адекватные люди. Мы не можем знать этого на 100%. Но вот интересно, есть кто-то по позициям сейчас правее Трампа? Я знаю, десантин старается, но это вот все, как бы все правое крыло – это трамповское. Юра, ты знаешь, я не смотрю на американскую политику сейчас, как правая-левая. Я смотрю на американскую политику, как демократия и трампизм. То есть мне кажется, что диапазон поменялся. Если говорить о классических правых каких-то вещах, у республиканцев есть кандидаты, которые классически занимают, может быть, более правые позиции, чем Трамп. Десантин просто пытается его переиграть каким-то образом в этом смысле. А есть абсолютно адекватные республиканцы, которые просто у них идеологически правые убеждения, у них просто нет шансов выиграть в республиканской партии. А Трамп, он не правый, он Трамп. Он демагог, он популист. Он может занять позицию, которая классически популистически левая, он может занять позицию, которая популистически правая. Но в корне всего этого человек, который не имеет абсолютно никаких моральных принципов, у которого идеология крутится вокруг него, себя самого, он может поменять свою, так сказать, позицию в любой момент, лишь бы ему это как-то помогало, у которого нет понятия стыда, которого невозможно пристыдить, который обманывает каждый раз, когда он открывает рот. Поэтому я не смотрю на это направо-лево, я смотрю адекватные демократические силы, проамериканские силы, которые пытаются остановить его, которые пытаются победить на следующих выборах и вообще каким-то образом как бы вывести страну из этого ужаса. И трампизм, диктатура, авторитарный режим, когда он пытался, проиграв выборы, пытался сделать государственный переворот. Но вопрос еще, на который я не ответил, почему Трамп захотел идти на CNN? Это как бы с его точки зрения, ну ты как бы дал причину, но мне кажется, с его точки зрения, должна выглядеть как бы враждебная, так сказать, территория. Но я и думаю, что он просто его эго и его умение контролировать ситуацию, даже если он, допустим, находится на какой-то, ну может быть, не дружелюбной, не на Фоксе, не на какой-то дружелюбной, на адекватных СМИ. И его эго, что он не может, просто не может упустить возможность добраться до микрофона и быть, как бы еще одна возможность для него быть на экранах телевизора, я думаю, что поэтому он не мог удержаться и, может быть, он бы пошел даже на MSNBC, если бы ему предложили. Но это все как бы присказка, да? Теперь я перехожу к вопросу, который ему задали, с чего начался сегмент про Украину. Опять же, там было 5 минут 47 секунд. И ведущая Кейтлин Коллинз, она предоставила слово одной из зрительниц. То есть там формат был такой, что кто-то из зрителей задает вопрос, и Трамп вроде на него отвечает, а она пытается, значит, держать его в теме. И она спросила, я зацитирую, что она спросила, нынешняя администрация ясно дала понять, что мы должны продолжать поставлять Украине военную технику, чтобы она могла защищаться. Вы поддерживаете это решение? И как бы вы справились с растущей угрозой, исходящей от Владимира Путина? То есть абсолютно, Юра, адекватный вопрос. Вот ты говоришь, кто там сидел в зале. Абсолютно адекватный вопрос. Молодая девушка. Она, по-моему, Колин сказал, что она первый раз сейчас будет голосовать. Трамп невнятно начинает ответ, но быстро сообщает, у нас сейчас нет боеприпасов для себя. Мы раздаем так много оборудования, у нас сейчас нет боеприпасов для себя. И мы так много раздаем, что в принципе, фактически, мы об этом с тобой тоже обсуждали не один раз, что проблема с боеприпасами есть. Интересно, что Трамп начинает свой ответ именно с этого. Но дальше он переключается на свою любимую тему, которую он говорил, я думаю, уже в нескольких интервью. Вообще он это говорит при каждой возможности, но я вот знаю, что было как минимум три интервью, где он это сказал. И идея в том, что он пытается сказать, что если бы он был президентом, войны бы не было. И это, кстати, та же демагогия, которую подхватывают и трамписты. Я это слушал неоднократно. Они говорят, что при Обаме, при Буше Россия напала на Грузию, при Обаме Россия напала на... отхватила Крым и развязала войну на Донбассе. При Трампе ничего не было. А при Байдене Россия напала уже полномасштабно на Украину. Это их как бы примитивный аргумент. И на эту тему, друзья, если кто-то вам это еще скажет, я вам предлагаю очень простой ответ. Они говорят, при Трампе же не было ничего. Скажут, при Януковиче тоже Россия не нападала. И все, пусть объясняют дальше, почему при Януковиче и при Трампе не нападала. Но на самом деле ответ здесь, если как бы без сарказма, ответ очень простой. Байден просто не позволил безнаказанно это делать. Поэтому сейчас идет война, и поэтому Украина успешно сопротивляется. Именно потому, что Байден занял очень жесткую позицию против Путина и против этой агрессии. Но при Трампе Путину просто не нужно было это делать. Потому что при Трампе он и так разрушал наши отношения с союзниками, с НАТО, с Европой. И зачем портить как бы то, что и так идет на пользу Путину. Поэтому он просто выжидал и готовился. Но это отдельный разговор. Трамп продолжает это повторять по кругу. Ну, я не знаю, он сказал это раз пять или шесть в одном как бы подряд, что при нем бы это не произошло. Это такое недоказуемое сослагательное наклонение. Но дальше он переключился на еще более показательную тему. Он сказал, что проблема в том, что мы помогли Украине на 171 миллиард долларов. А Европа, которую он сказал, Европейский Союз, который по размерам экономическим такой же, как мы, помог только на 20 миллиардов. Я не проверял европейскую цифру. Мне кажется, что она занижена. Но я вам могу сказать, что я не очень понимаю в том, что я слежу за этим очень внимательно, я очень понимаю, откуда взялась цифра в 171 миллиард. Ну, не то, что я считаю, что Америка на самом деле помогает очень мощно. Но я просто не знаю, откуда он эту цифру придумал. По моим подсчетам, если сложить все законопроекты, которые были приняты Конгресса, может быть, еще не до последних, копейки все потрачено, то получается около 100 миллиардов. При том, что в этих 100 миллиардов действительно есть какие-то фонды на помощь нашим союзникам в Европе, чтобы компенсировать их за то, что они помогают Украине. Об этом, к сожалению, обычно не говорят, но это есть. И даже там Польше или еще кому-то мы выделяем какие-то средства. Это небольшая сумма по сравнению с общей суммой, но в любом случае это как бы косвенно помогает Украине. И там еще были деньги на усиление нашего присутствия в Европе, военного присутствия в Европе, усиление нашего, как мы говорим, восточного фланга НАТО. Опять же, это косвенно помогает Украине. Ну, окей, может быть, там 10% можно все вместе сказать, чтобы было не напрямую для Украины. Ну, естественно, там были деньги на режим санкций и были деньги на проблему с продовольствием в Африке, который в этих 100 миллиардов. Ну, по моим грубым подсчетам, я думаю, что 80-90 миллиардов это все-таки чистая помощь для поддержки Украины, то есть оружие, финансовая помощь, благотворительная помощь, в том числе для беженцев и разные другие программы, которые тоже непосредственно поддерживают Украину внутри Украины, то есть там, допустим, деньги на поддержку ядерных электростанций, там были разные программы на эту тему тоже, но они относительно небольшие. Откуда 171, я честно не знаю, но Кейтлин Коллинз его не исправила, поэтому я не уверен, откуда взялась эта цифра. И дальше он продолжает давить на то, что мы помогаем много, а Европейский Союз недостаточно. И вывод из этого аргумента можно сделать только один. Мы должны помогать меньше, Европейский Союз должен помогать больше. То есть это как бы то, что практически он сказал, причем повторил многократно. Кейтлин Коллинз возвращает его, она говорит, что вопрос в том, она попытается как бы вернуть назад в тему, что вопрос был не про Европу, а вопрос, что вы будете делать, будете ли вы продолжать давать Украине оружие и деньги, если вас изберут. Дальше Трамп переходит на другую тему, говорит, у меня очень хорошие отношения с президентом Зеленским, потому что, как вы знаете, он поддержал меня с фальшивым импичментом, разыгранным импичментом номер один, когда он сказал, что президент не сделал ничего плохого. Я напомню нашим зрителям, что это был импичмент. Вкратце, мы об этом много с тобой, Юра, говорили, но в 2019 году Конгресс выделил несколько сотен миллионов долларов помощи Украине. На тот момент это были очень серьезные суммы, рекордные суммы на тот момент. Эти фонды, в том числе оружие, но не только, эти фонды должны были быть одобрены разными инстанциями внутри исполнительной власти и были одобрены. То есть, что именно, какое оружие будет поставлено, как будет распределена помощь. И по каким-то причинам на тот момент непонятным, эти фонды не поступали, ни оружие, ни деньги не поступали в Украину. И как вы, это началось в мае, и как выяснилось к августу, Трамп лично заблокировал поставки этой украинского пакета. Он в это время летом шантажировал Украину и шантажировал Зеленского и намекал, ну, вообще, на самом деле, достаточно открытым текстом, то есть, у Зеленского не было проблем, ну, как бы, он понимал, что от него требуется. От него требовалось объявить о расследовании Байдена, Хантера Байдена, значит, не обязательно даже расследовать, просто выйти и объявить, чтобы ведется расследование против них. Трампу это было необходимо для того, чтобы использовать в своих политических интересах, он считал Байдена своим самым опасным оппонентом уже на тот момент. После, значит, как мы об этом узнали, был человек, который, внутри администрации, который сообщил в Конгресс, что, ну, не анонимно, но секретно, мы не знаем точно до сих пор, кто этот человек, но он сообщил в Конгресс, что идет, происходит что-то очень нелегальное внутри администрации, то есть, Трамп, идет, ну, происходит коррупция, Трамп не выполняет желания Конгресса и в то же время шантажирует Украину, что идет против интереса в Америке, против американской внешней политики. Конгресс начал расследование, Трамп тут же подписал, что дайте, эти фонды нужно отдать, потому что уже к 30 сентября они бы пропали, то есть, это все быстро произошло в сентябре. Зеленский отменил пресс-конференцию, где, видимо, на Сене, где, видимо, он собирался, мы подозреваем, сказать, что он собирается расследовать. После этого был первый импичмент, за импичмент в Палате представителей проголосовало достаточно голосов, там было достаточно демократов, а в Сенате просто его же партия его спасла. То есть, то, что там, я смотрел этот импичмент процентов 90 всех показаний или в живую, или в записи, и это было настолько убедительно, то есть, если у кого-то была бы возможность посмотреть это, это настолько убедительно, что там, как бы, не должно быть никаких вопросов, что он сделал и почему. Ну, Трамп, естественно, говорит, что это все был фальшивый импичмент, что это все неправда, но Зеленский ему нравится, потому что он в какой-то момент сказал что-то хорошее про Трампа во время, во время, приблизительно во время того, как шел этот импичмент. Но Коллинз опять говорит, но вопрос в том, дали бы вы Украине оружие финансирования, если бы вы были президентом, она пытается уже в третий раз спросить то же самое. И Трамп отвечает, я бы сел, имеется в виду за стол переговоров, позвольте мне выразить это в более приятной форме, если я стану президентом, я улажу эту войну за один день, за 24 часа. Аплодисменты в зале. Вот то, что мы с тобой, Юра, говорили, в зале аплодисменты. Коллинз спрашивает, как бы вы уладили эту войну за один день? Сначала, я цитирую, сначала я встречусь с Путиным, я встречусь с Зеленским, у обоих есть слабости и у обоих есть сильные стороны. И в течение 24 часов эта война будет улажена. Все будет кончено, это будет абсолютно, Коллинз его перебивает и говорит, вы хотите, чтобы Украина выиграла эту войну? А я не думаю с точки зрения победы, поражений, я думаю с точки зрения урегулирования, чтобы мы перестали убивать всех этих людей и ломать их, его перебивают аплодисменты, Коллинз и Трамп дальше перебивают друг друга, и Трамп через аплодисменты, через то, что она пытается что-то сказать, говорит, нужно заставить Европу и пытается вернуться к этой теме, что нужно заставить Европу платить больше. Ну, что значит завершить войну за 24 часа? Было интервью Трампа до этого, где он ответил на этот вопрос и сказал он, у меня сейчас нет дословно, но я очень близко перескажу к тексту, он сказал, что в Украине есть русскоязычные территории и что можно было договориться, то есть их отдать. Я сейчас вам честно перескажу, у меня нет дословно цитаты, но это был смысл того, что он сказал. Вот как он бы решил эту проблему, он бы остановил войну. И я сейчас перейду к следующей странице. Потому что я просто хотел, тут как бы было такое же сейчас, естественно, мы наблюдаем реакцию на все это и очень интересные реакции от, видимо, европейских союзников, которые настаивают на том, что если, вот, щенок требует свое, что если Америка не будет поддерживать Украину, то Европа как-то тут тоже, наверное, будет сворачивать свои операции. Поэтому в этом смысле, когда он говорит, что Европа должна делать больше, Европа заявляет, если вы уходите, мы как-то тоже будем сворачивать. Так что просто вот такой момент. Но мы еще больше поговорим о том, какая была реакция на это выступление со всех сторон. Продолжай, пожалуйста. Да, да, Юр, спасибо. Коллинз опять пытается вернуть его в тему и говорит, можете ли вы сказать, хотите ли вы, чтобы Украина или Россия выиграли эту войну? Трамп говорит, я хочу, чтобы все перестали и кричит, умирать. Они умирают. Русские и украинцы, я хочу, чтобы мы, имеется в виду, они перестали умирать. Опять аплодисменты. И я это сделаю. Я сделаю это за 24 часа. Я сделаю это. Для этого нужна власть президента. Коллинз опять пытается задать тот же вопрос. Он продолжает, я скажу так, я хочу, чтобы Европа вложила больше денег, потому что они вошли на 20 миллиардов, мы вошли на 170, и они должны быть, и они должны уравнять. Но это не ответ о том, кто должен выиграть войну, снова спрашивает Коллинз. Трамп продолжает о том, что у них много денег, о том, что он заставил НАТО платить больше, больше выделять денег на свое вооружение. На самом деле, договор с НАТО был о том, что эти страны будут выделять 2%, они не выделяли. И Трамп говорит, что он их, это его заслуга, что он заставил их выделять больше денег. И поэтому у них теперь есть оружие для того, чтобы они могли поставить его Украине. При Трампе действительно эти страны стали выделять больше денег на НАТО. Это спорный вопрос. Почему? Потому что одно из объяснений того, что они стали выделять больше денег, это было в том, что Трамп сказал, что он не будет поддерживать НАТО. То есть он их просто бросит. И может быть, это заставило их в большей степени тратить больше на оборону. Но Трамп говорит, что это был его метод ведения переговоров. Но на самом деле многие считают, и в том числе его советник Болтон, его советник по национальной безопасности, сказал, что он уверен, что если бы Трамп получил второй срок, он бы просто вышел из НАТО, и Путин этого ждал. И он опять возвращается к теме, снова возвращается к теме 170 миллиардов. И дальше он говорит интересную вещь. Мы тратим 170 миллиардов на далекие земли. Украина где-то там далеко. А они, Европа, находятся по соседству с этой землей. И они тратят только 20. Мне, он говорит, что ему это не нравится. Ну, Коллинз понимает, что ответа прямого на свои вопросы она не получит. И она переходит к следующей теме. И она говорит, когда вы были у власти, вы говорили, что уважаете... Извините, Дима, до того, как ты перейдешь к следующей теме. Вот вопрос такой. Я видел комментарии от где-то то ли в Фейсбуке, то ли еще где-то по этому поводу, что эта журналистка три раза его спрашивает, он не отвечает. Значит, как-то по-другому нужно спрашивать. Или что-то она делала не так. Если бы там был Невзоров, сказал, я помню, человек, кто так дабыгает. Но я говорю, ну так это же не развлекательный канал, это новостной канал. Она журналист. Мне кажется, что она делала то, что полагалось. Она спросила два-три раза один и тот же вопрос. Когда он показывает, что вот это будет его тип ответа, ну это он тоже о чем-то говорит. Хорошо зафиксировали, двигаемся дальше. Юр, на эту тему есть, кстати, очень смешная история. Я немножко отвлекусь от нашей серьезной темы. Я, честно говоря, не помню фамилию журналиста, но в Британии была ситуация, где журналист интервьюровал политиков и был какой-то вопрос, на который политик не хотел отвечать, и журналист спросил его 17 раз. И, ну, скандальная там была ситуация, и этого журналиста все воспевали, какой он молодец, он не сдавался, он 17 раз задал тот же вопрос. Оказывается, что на самом деле следующий гость отказался, не пришел на передачу. И ему сообщили, ну, в наушник видно, что у него очень, нам нужно, тяни время, нам нужно протянуть время, потому что следующего гостя нет. и самое лучшее, что он придумал, это он 17 раз задал один и тот же вопрос. Но из того, что я видел, Юра, Кейтлин Коллинз, я считаю, что она свою задачу выполнила, я очень, очень сложно быть на одной сцене с демагогом. Я могу сказать даже по своему опыту, поскольку я оказался в дебатах с, ну, конечно, не с Трампом, но тоже с демагогом, и это очень непросто. И то, что она пыталась аккуратно его перебивать и аккуратно задавать один и тот же вопрос и направлять назад в это же, как бы, самое русло под аплодисменты публики, которая аплодировала Трампу, она, я считаю, сложно представить, что можно было бы сделать что-то еще. И если после трех-четырех попыток Трамп отказывается отвечать на вопрос, он на самом деле достаточно наговорил там, чтобы всем, у кого еще были сомнения, было понятно, с чем мы имеем дело. То есть не ответ на вопрос, это своего рода ответ. И то, что он рассказал, это тоже ответ. Ну, я перейду к следующему, что я вас спросила. Она сказала, когда вы были у власти, вы говорили, что уважаете президента Путина. Трамп говорит, да, говорил. Вы все еще уважаете его сегодня? Он совершил огромную ошибку. Совершил ее. Он умный парень. Знаете, я помню, я сказал, что он умный. Си умный. Она его переводит. В чем была его ошибка? И дальше Трамп пытается объяснить зрителям, очень запутанно, что это и Си, и Путин, это очень умные люди, потому что они руководят вот такими большими странами. От того, что он говорит, что они умные, это не значит, что он там с ними согласен, что вот просто вот он уважает вот таких сильных людей. А на самом деле у Трампа все время какая-то не только Путина сегодня, у него все время любовь ко всем диктаторам. Он им или завидует, или он хочет, чувствует, что он хочет быть как они. Он завидует, что они могут делать все, что угодно и без последствий, а ему как бы не дают. Но это вот тема, на самом деле, то, что он так вот ответил на этот вопрос, не первый раз, и опять же, ничего удивительного в этом нет. И, понимаешь, если бы меня спросили, считаю ли я Путина умным, это не имеет значения, на самом деле, считаю ли я, что у него высокий там IQ или там интеллект. Имеет значение, что этот человек преступник. Имеет значение, что он делает с наличием или с отсутствием своего ума. Но Трамп решает ответить так, и на самом деле цитает о том, как он замечательно относится к Путину и как он его уважает очень много. Я сейчас не буду к этому возвращаться на протяжении всей его администрации. И Коллинз опять возвращается. В чем же была его ошибка? Его ошибка заключается в том, что Путин напал. И он бы никогда не напал, если бы я был президентом. Опять, та же история. И тогда Коллинз спрашивает, вы считаете, что он военный преступник? Что, спрашивает Трамп? Вы считаете, что Путин военный преступник? Он несет ответственность за гибель тысяч детей, мужчин, женщин, мирных жителей? Ну, я думаю, что это сейчас не следует обсуждать. Это следует обсудить позже, потому что прямо сейчас мы должны с этой войной, если вы скажете, что он военный преступник, будет намного сложнее заключить сделку, чтобы остановить эту войну. Потому что, если он военный преступник, люди пойдут, схватят и казнят его. Он будет сопротивляться гораздо упорнее, чем сейчас. Знаете ли, при других обстоятельствах. Это нужно обсудить позже. Коллинз. Важно ли назвать его тем, чем он является? Сейчас мы хотим урегулировать эту войну. Я не говорю о деньгах тоже. Я говорю обо всех жизнях, которые... Количество людей, убитых на этой войне, намного больше, чем сообщается. Когда они взрывают город, эти здания рушатся, и говорят, что два человека ранены. Нет, нет. Они убивают сотни и тысячи людей, и мы должны закончить эту войну. Тут надо отметить, как глаза зажигаются у Трампа, когда он говорит про здание. Когда здание рушится, он как бы попадает в свою сферу деятельности. И он говорит, да, там только два пострадала. Нет, это было много больше. Он как бы вдруг... Это его зона... Ну, как бы он эксперт почти. Он... Ты знаешь, он ни в чем не эксперт. Это человек, который не знает ничего ни о чем. Но он же бизнесмен, который занимался типа строительством. И очень часто, когда речь идет об Украине, это не первый раз, я заметил, он начинает акцентировать внимание на зданиях. Красивые здания, которые теперь разрушены. Поэтому это да, это не первый раз. Ну, я еще раз нашим зрителям, если у вас есть желание или нервы, я... Вы можете перечитать весь перевод, и вы можете послушать и посмотреть на английском весь этот разговор. Очень часто Коллинз и Трамп говорят вместе, не всегда можно все понять. Если вы говорите по-английски, я вам рекомендую посмотреть, потому что переводить Трампа очень сложно. Он говорит очень... Он, с одной стороны, понимаете, он говорит, считается, он говорит на уровне седьмого класса, поэтому даже вот самые такие маловысокообразованные трамписты могут понять все, что он говорит. Он повторяет очень часто все по кругу. Очень часто нужно догадываться, что он имел в виду. И очень часто он потом говорит, что на самом деле я пошутил или я вообще хотел сказать что-то другое. Поэтому переводить его действительно сложно. Я пользовался комбинацией машинного перевода и потом его исправлял. Но я вам советую это посмотреть. Вот был такой интересный момент, потому что я попытался сделать запись этого, продублировать, потому что вот видео, вот замечательный перевод Дмитрия Абрамсона, так сказать, сам Бог велел. И невозможно, потому что я мало того, что я не могу так быстро говорить, я могу ускорить скорость проигрывания, но мне пришлось одновременно и ускорить скорость проигрывания и замедлить Трампа, потому что он говорит обрывками и достаточно быстро кряка и как-то так кряхтя, а когда по-русски вообще-то все появляется, дольше занимает времени. В общем, это, к сожалению, оказалось, в общем-то, пока что трудным проектом воплотить в жизнь, передать вот ту энергию и краткость, которая существует просто в английском языке. Да, Юр, абсолютно. Ты прав, я думал, что ты сможешь это. То есть я, на самом деле, я волновался. Я был уверен в своих возможностях. Я волновался, сможешь ли ты это зачитать, и поскольку не получилось, да, мы решили сделать такую передачу и сделать это больше как обсуждение и пересказ. Ну, что я хотел бы здесь добавить? Если кому-то еще, у кого-то еще были сомнения, ну, я не знаю, то есть как бы из этого недостаточно, я не знаю, какие еще нужны тут аргументы, как бы своими словами он это все говорит. есть трамписты, наши русскоязычные, которые изначально были против Украины, как бы у них проблем нет, они за Трампа, они против Украины, все нормально. Больше всего меня, так сказать, умиляют, я не знаю, какое правильное слово, но люди, которые продолжают до сих пор доказывать, что они за Украину, и они в то же время за Трампа. Вот эти люди меня, их надо, мне кажется, психологам изучать, потому что, ну, то, что я называю, не сообщающиеся сосуды в голове, и, опять же, если нас смотрят из Украины или где-то вне Америки, я стараюсь это не забывать, я повторяю каждый раз, Украине нужна двухпартийная поддержка, ни в коем случае не нужно вмешиваться в американскую политику, не нужно занимать ничью позицию, можно, так сказать, тихо соблюдать какой-то там нейтралитет, по крайней мере, внешне, потому что, как бы, попытки критиковать Трампа, и республиканская партия уже частично, ну, как бы, начинает с ним соглашаться по поводу Украины, попытки какие-то критиковать республиканскую партию из-за заявлений Трампа могут привести только к больше, и к еще большему антагонизму со стороны этой партии. Но, почему мы вам об этом всем стараемся рассказать? Ну, кроме того, то, что это важная информация, правдивая информация, объективная информация, потому что эти самые трамписты пользовались, по крайней мере, до сих пор вопросом Украины для продвижения своей идеологии поддержки Трампа. Они понимали, что, по крайней мере, среди русскоязычных иммигрантов, а может быть, и не только русскоязычных, что был очень высокий уровень поддержки Украины, особенно в начале года назад, и что они просто пытались как бы этим воспользоваться, и рассказывают, что на самом деле при Трампе все было бы лучше, то есть надо всем поддерживать Трампа. Так вот, вам не обязательно, вам не наоборот, я настаиваю, что вам ни в коем случае нельзя вмешиваться открыто в американскую политику, это наши проблемы, с которыми мы будем бороться, но не слушайте их, они вам врут, они занимаются демагогией, они преследуют какие-то свои интересы. Может быть, кто-то из них сам себя убедил, что они говорят правду, может быть, да, я могу в это поверить, но тем не менее, это не делает это право, это все равно ложь. Не верьте, не поддавайтесь на провокации, не занимайте какую-то партийную позицию за или против них. Поэтому я не знаю, как они отреагируют сейчас, потому что некоторым из них, когда предоставляли предыдущие цитаты Трампа, они все равно выкручивались, они все равно находили какие-то самые невероятные, они скручивали себя в прецеле и находили самые невероятные объяснения, почему при Трампе было бы каким-то образом лучше. Я не знаю, что они сделают после этого интервью, в принципе, это одна из причин, почему я это перевел практически дословно, насколько это было возможно, чтобы уже никому нигде нельзя было спрятаться. Теперь, с практической точки зрения, Трамп, слава богу, не президент. Слава богу, он не президент. Он может стать президентом в 2024 году, заступить в 2025 году. Мы всячески пытаемся его остановить, но, конечно, гарантии нет. Шансы у Байдена на самом деле неплохие, но в такой ситуации никаких гарантий нет. Знал бы Прикоп, жил бы в Сочи. И проблема сейчас не в том, что Трамп сделал бы, какая разница, он не президент. Проблема в том, что он внутри американской политики дает возможность занимать людям антиукраинскую позицию, поскольку он все еще в большей степени контролирует республиканскую партию, поскольку очень вероятно, что они его номинируют снова в следующем году, номинируют на президента. Он дает, естественно, это все не черно-белое, это диапазон, но он дает людям, которые, может быть, колебались или, может быть, были немножко против Украины, а теперь они могут быть открыты против Украины, или, может быть, были немножко за Украину, но теперь они боятся своих же избирателей. Он дает им, он их как бы подталкивает в другую сторону и он дает им прикрытие, что да, можно быть против Украины или даже быть за Украину, он можно попасть, так сказать, он можно попасть, ну, может так получиться, что они пойдут против своих избирателей. Вот эта проблема, то, что Украины была двухпартийная поддержка и то, что Трамп, не только Трамп, но в большей степени Трамп эту двухпартийную поддержку сейчас саботирует. Вот это реальная угроза. То, что сейчас делает Трамп, это еще опасно, потому что это разрывает на части республиканской партии, что, с одной стороны, дает нам всем надежду на то, что такая партия не сможет до конца собраться к общим выборам и будет разделена и даст возможность нашей стране продолжить курс, который мы взяли в последние два года. И я просто вижу, что Трамп тут же является таким элементом, который разделяет республиканскую партию, потому что теперь республиканская партия будет это обсуждать о поддержке Украины, потому что это, кажется, одно из единственных мест, в котором, в общем-то, все остальные республиканцы против Путина, извините, Трампа, какая разница, а Трамп за Путина и, естественно, все, что с этим связано. Поэтому, как сейчас, мы уже видим одно заявление сенатора, если не ошибаюсь, из Охайо, который скажет, что Владимир Путин это опасность, что я, что там военные преступления, и я поэтому не поддерживаю президента, так сказать, Трампа за номинацию. Это очень важно, когда они говорят, потому что, когда они говорят за номинацию, это может означать, что если он получит номинацию, то тогда я, как хороший республиканец, должен буду пойти проголосовать за него, против кого угодно, потому что я республиканец, черт подери. Вот это все равно, они, это еще там проскакивает, они дают себе такую лазейку для выхода. Но это действительно большой водораздел республиканской партии, и из-за того, что сейчас лидирующий кандидат на номинацию республиканской партии в президенты Соединенных Штатов проталкивает вот эту позицию, которую ты только что описал о сворачивании поддержки Украины быстрыми темпами. Я просто вспоминаю, когда мы покинули, американцы покинули Сирию, бросили курдов, и там было такое видео холодильника, в нем еще одно такое Mountain Dew стоит такое. То есть, настолько встали и вышли. И что вот такие, это означает, что часть, достаточно влиятельная часть республиканской партии, потому что выборы, черт подери, эти люди поддерживают вот такую позицию. Это как бы теперь подталкивает республиканцев на, не то чтобы они хотели что-то по этому поводу сказать, но теперь им приходится выбирать. Это очень такая непростая ситуация. Да, Юра, ты абсолютно прав, и мы обсуждали проблемы в Палате представителей, в связи с этим связанные, когда меньшинство может разрушить возможности выделить следующий пакет помощи для Украины. Но, опять же, я хочу сказать, что Украина, естественно, не на первом месте в республиканской партии. Ну, вообще, как бы в американской политике, естественно, много других вопросов, но это, да, это фактор, он может быть на восьмом месте, он может быть на десятом, но это, да, одна из тем. И было бы намного лучше, если бы... Это одна из тем, у которых, по крайней мере, есть разногласия. Например, есть там проблема с границей, там они все в одном, как бы, они все на одной странице, а вот здесь ситуация с Путиным и Украиной, и вот тут у них единственное место, где они, как бы, можно быть, видимо, еще республиканцем и быть за Украину. Вот еще это разрешается пока. Да, Юр, и я опять же, важно подчеркнуть, что половина, я не могу сказать, какой процент, республиканцев, наоборот, за Украину, и даже есть блок, может быть, республиканцев, которые считают, что Байден помогает, демократы помогают, недостаточно. И, конечно, с политической точки зрения, с украинской точки зрения, было бы лучше, если бы партии спорили, достаточно ли мы помогаем, вместо того, чтобы спорить, помогать или не помогать. Поэтому это действительно проблема. Опять же, мы вам это рассказываем, потому что это так и есть, но кроме того прочего, чтобы вы не поддавались на провокации, особенно с циометромпистов. Кстати, я заметил, кто-то спросил про Табаха. Я сделал какое-то видео про Табаха. Я больше не хочу ни видеть, ни слушать, ни заниматься этим человеком. Там как бы все понятно. На самом деле, я считаю, это серьезное психологическое расстройство. Но, опять же, я не психолог, я не ставлю диагноз, но я не пытаюсь человека оскорбить. Я на самом деле считаю, что там не все хорошо. Но ему, когда стали, я не знаю его реакцию на последнее выступление, но когда ему стали показывать какие-то предыдущие цитаты Трампа, он просто людей банит, он даже не начинает спорить. Или пытается как-то выкрутить, что каким-то образом, когда Трамп сказал, что там не нужно давать оружие, на самом деле он имел в виду, что его нужно давать. То есть там человек конкретно выкручивает все наизнанку. Но мне сказали, я за ним не слежу, мне сказали, что после последних каких-то заявлений Трампа, что он начал, может быть, даже говорить, что может быть и не обязан Трамп помогать Украине. То есть все равно, когда возникает выбор между, уже некуда деваться, возникает выбор между вопросом Украины и поддержки Трампа, то эти люди могут просто переметнуться и начать искать какую-то рационализацию, почему все-таки Трамп важнее и надо с ним соглашаться. Там есть, у нас есть люди, которые конкретно состоят в пульте. То есть дорогой лидер сказал, и они могут тут же поменять свою позицию. Ну, я не знаю, Юр, есть ли какие-то к нам вопросы, потому что на самом деле вот это то, что я хотел рассказать на эту тему. Я думаю, что это как бы действительно тема важная, и я рад, что мы с тобой об этом обсудили. Пару моментов, которые я бы еще хотел добавить. Как на это отреагировала администрация Байдена, на этот таунхолл, который провел Трамп, в котором он сказал все эти ужасные вещи, которые ты сказал. И говорят, там большая, там празднуют, вот так же, как, видимо, как Симарян праздновала, когда Трампа избрали. Вот они у Байдена очень празднуют то, что Трамп наговорил, они говорят, на неделе разных реклам про него, из этого можно будет нарезать. Он очень эффективно провел этот час времени и надавал нам массу материала для рекламы. И это просто шикарно, потому что он, так сказать, гордится тем, что он отменил право на аборт. Он назначил трех судей, он сказал, что он это сделал, он это сделал, и они, так сказать, сделали то, что было обещано. Так что с ним, как бы, он наговорил массу всего на разные рекламы. А с другой стороны, Трамп сам не против, к тому, что, посмотрев на реакцию и как СНН попинали все, в общем-то, кому не лень, потому что все, так сказать, уважаемые люди в Соединенных Штатах выразились по этому поводу и сказали, что, ну, СНН, ну, это же просто дно, это дно, вот, и такие вещи делать. Поэтому СНН теперь, они вот попроверили, но Трампу понравилось, и Трамп собирается туда вернуться. Так что, и вот сейчас теперь СНН решает, если они хотят, потому что у них была более популярная программа в тот вечер, чем у Fox News. СНН оказался более популярным, потому что Трамп был где? Там и трамписты, а это публика. Да, Юр, ну, здесь две, как бы, теории, да. Одна говорит о том, что нельзя Трампу давать бесплатную платформу, потому что человек врет, и его очень тяжело корректировать на ходу. А другие, вот, как ты сказал, предвыборная компания Байдена, они, наоборот, довольны, потому что, если фокус в этих выборах, если все будут следить за тем, что говорит Трамп, то он, как бы, сам себя повесит, да. То есть, Байдену не нужно будет ничего делать. Трамп будет продолжать напоминать всем, почему он проиграл выборы 2020 года, почему избирателям не стоит повтор повторять и выбирать его снова, поэтому они заняли, как бы, такую позицию. Ну, я уже говорил многократно, я бы намного лучше спал ночью, если бы республиканская партия номинировала какого-то адекватного кандидата, и я бы мог сказать, что я, может, предпочитаю Байдена, или я предпочитаю республиканца, но кто бы не победил, я буду спать спокойно ночью, зная, что демократия не закончится, что коррупции не будет, которая была, что будут какие-то компетентные люди у власти, но, к сожалению, этому, видимо, не суждено быть, и, видимо, выглядит так, что будет повтор Байден против Трампа. Ну, Юр, нам задали вопрос, существует, Лариса спрашивает, существует мнение, что демократы стараются дотянуть войну с Украиной до выборов. Правда ли это? Нет, это неправда, я слушал это, это, опять же, одна из, один из вариаций пропаганды против, я считаю, против американской помощи для Украины, против демократов, и, как правило, это исходит от трампистов. Такой цели нет, никаких сроков нет. Вопрос Украины, я не хочу сказать, что он никак не влияет на выборы, но он далеко не на первом месте, внешняя политика в принципе не на первом месте. Если Украина начнет проигрывать действительно эту войну, да, это может негативно повлиять на Байдена, потому что он выделил помощь и всячески выступал все это время на стороне Украины, и это, да, это может, если Украина действительно пострадает каким-то образом, ну, понятно, что Украина пострадала, но я имею в виду, если сейчас Украина успешно обороняется, да, если это пойдет в другую сторону, если Россия удастся каким-то образом более успешно вести какие-то наступления, да, это может быть такое пятно на Байдене, но, опять же, это не самый главный вопрос в американской политике. Политика Байдена, если так попытаться ее просуммировать, это полностью на стороне Украины, но в правительстве сидят в правительстве сидят профессионалы, и у нас есть очень мощные разведывательные способности, у нас есть очень мощные способности в киберсетях, да, то есть вот недавно, кстати, была ситуация, где мы уничтожили российскую киберсеть, шпионскую киберсеть Снэйк, у нас очень мощные возможности, у нас очень серьезные аналитики, и они взвешивают очень много факторов, я, часть из них, часть из этих факторов я говорил неоднократно, но я, конечно, все не знаю, тем более, что доступа к секретной информации у меня нет, и они взвешивают, как мы можем помочь Украине, не навредив, вот если так одним предложением просуммировать, и я приведу такой пример, когда вот была эта, к сожалению, утечка информации, там было очень много интересных документов на эту тему, о том, как Америка пытается остановить продажи оружия наши союзники, ну, не знаю, можно назвать Турцию нашим союзникам, там, Турция и Египет пытаются продать допустим оружие в России, мы об этом узнаем через нашу разведку, и пытаемся это остановить, и вместо этого Египет сейчас поставляет оружие в Украину, это все происходит за кулисами, об этом никто не знает, и другой документ, который была утечка, там были анализы, они как бы шел разговор таким образом, что если мы, если Украина, например, начнет наносить удары по российской территории, то о чем как бы идут дебаты, почему вот Америка не разрешает, ну, не то, что не разрешает, но мы не советуем и не разрешаем делать это нашим оружием, так вот, была другая утечка, где был анализ, что если Украина начнет наносить удары по российской территории, то Китай может более агрессивно начать поддерживать Россию и начать поставлять оружие. Но я просто привожу это как пример. Там очень много факторов, которые они должны учитывать. Там очень много вопросов, которые они должны решать. Они решают это совместно с администрацией Зеленского, совместно с Украиной. Очень многие из этих вопросов. Просто об этом это не разглашается и об этом не говорят. И трамписты этим пользуются, поскольку есть очень много секретной информации, поскольку есть оружие секретное, которое мы поставляем, о котором никто не знает. Сколько есть секретный разведданных, которые мы передаем Украине. Об этом никто не знает. И трамписты пользуются этим вакуумом и пытаются через то, что всей информации нет, пытаются распространять теории заговора, пытаются распространять дезинформацию, опять же, преследуя свои идеологические цели. Они Украине в этом не помогают. Если они вас убедят, если вы в Украине, и вас убедят, что каким-то образом Америка вам не друг, что Америка вам мало или недостаточно помогает, или есть какие-то секретные соглашения с Путиным, какие-то теории заговора, что каким-то образом Трамп бы сделал, опять же, сослагательное наклонение, при Трампе было бы лучше каким-то образом, что при Трампе Путин бы вообще не напал. Они преследуют свои идеологические цели. Если они вас в этом убедят, помощь от Америки не увеличится. Может быть, обратный эффект, если в Америке узнают, что, допустим, в Украине считают, что американская помощь недостаточна или какая-то неправильна, или, я не знаю, Байден нехороший, президент США каким-то образом сливает Украину. Знаете, сколько раз я уже слушал, что Байден сливает Украину, Блинкен сливает Украину, Салливан сливает Украину, Милей сливает. Весь кабинет. Что ж как-то они хитро сливают, что уже больше года, а помощь только увеличивается. Хитрый очень слив. Но если они вас в этом убедят, то я же говорю, помощь от этого не увеличится, может быть, хуже. Могут начаться политические проблемы, если это будет известно на таком более глобальном уровне, что в Украине плохое отношение, допустим, к Америке. И, опять же, подчеркиваю, не нужно вмешиваться ни в коем случае даже в нашу американскую политику, даже на основе того, что я вам сейчас рассказываю. Поэтому, да, Лариса, я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Но по поводу слива, да, вот как бы... У нас еще один вопрос, значит, от Алиши, который пишет. Здравствуйте. Есть понимание... Есть понимание, как реагирует общество на слова Трампа? Или нет дискуссии в соцсетях, например? И какова поддержка Трампа в процентах? Благодарю. Я отвечу на второй вопрос, потому что тут очень интересный момент, который может встревожить некоторых. Потому что сейчас по вопросу населения, по некоторым, по крайней мере, Трамп аж побеждает Байдена. И это, в общем-то, так сказать, факт. Но это сегодня не день выборов. Даже близко. Как говорили, так сказать, выборы... Опросы населения через год даже будут не особенно иметь большое значение. А то, что сейчас происходит, это просто как бы такой просто интерес наблюдать, как общество работает. И общество идет за кандидатом, который активно избирается. И мы видим, что сейчас у республиканцев гонка, как бы по идее, технически, Трамп, так сказать, кандидат самый активный. Его не было достаточно долго в пространстве. Он всплыл, так сказать, но он был, но не на таком уровне. А у демократов все скучно. Там ничего смотреть не происходит. Там как бы президент, ну, Байден, мы его как бы все знаем. Все про него нужно понять, мы понимаем. Ничего там интересного нет. И это вот означает, что сейчас мы смотрим на Трампа. И когда дело дойдет ближе ко дню выборов, то все подтянутся, придут домой, как говорится. И поскольку все знают и того, и другого кандидата, если действительно будет Трамп против Байдена, то ожидается, в принципе, очень близкая гонка. И тогда будет зависеть от того, что происходит в это время. Если, например, произойдет какой-то прорыв на границе, я не знаю, что-то происходит, потому что там, я не знаю, взрыв в Сан-Сальвадоре, оттуда все бегут. Гондураси, Никарагуа, не знаю. Но может быть какой-то кризис, которого мы еще не знаем. Астероид. И это может повлиять на выборы, потому что избиратель может сказать, вы знаете, Байден нас от астероида не спас, давайте проголосуем за Трампа. Но, тем не менее, Трамп доказывает каждый день. Он отталкивает, у него нет новых, как бы. Еще один такой интересный момент, который нужно отметить, что таунхолл на CNN прошел не только очень хорошо для Трампа, но он прошел очень плохо для Десантиса. Потому что Десантис, который никак не может зацепиться, он как-то ускользает от поддержки людей, которым не нравится Трамп, но он какой-то нехаризматичный. А Трамп был вполне на коне. Он на своем пони прискакал, он там поскакал, сделал пару таких трюков, которые его публика поаплодировала. Но все выглядело, к сожалению, достаточно. Вот это и было то, что страшно в этом всем толколе, что он как бы вот присутствует. Но для Десантиса это прошло все очень плохо. И для всех остальных кандидатов, почему Трамп опять же рвется обратно на CNN? Да, Юр, я с тобой полностью согласен. Сейчас сложно до первых внутрипартийных выборов. Ну, по-моему, в январе они начинаются. То есть у нас еще много месяцев. Мы еще даже не знаем точно всех кандидатов. Но, как я говорю, сейчас выглядит, что это будет Байден против Трампа, но процентов на 80. Могут быть форс-мажоры. А вот кто победит, сейчас это абсолютно бесполезно рассматривать эти опросники, потому что сейчас очень далеко и до выборов, и все может поменяться. И, например, упадок экономики может, например, плохо повлиять на Байдена. И избиратели могут, как ты сам сказал, просто назло проголосовать за Трампа, просто потому что им не нравится, что у них там меньше денег или нет работы и так далее. То есть факторов очень много, но политологи и эксперты считают, что у Байдена, конечно, больше шансов, потому что он уже один раз Трампа победил, и ничего нового Трамп не приносит. А у Байдена все-таки есть какие-то заслуги, и он президент уже как бы сейчас. Но гарантий никаких нет. Вот это страх, что гарантий, к сожалению, нет. Юр, у нас еще один вопрос был до этого. Я просто, да, я напомню, во-первых, что, друзья, жмите лайки. Во-вторых, нужно еще... Давай ответим на этот вопрос, а после этого поговорим о концерте, который будет 21 мая в Нью-Йорке. А пока что давай ответим на вопрос. Да, вопрос от Эврики. Может ли Джо надавить на Индию и Израиль на помощь нам? Это очень сложный вопрос. У меня нет каких-то внутренних данных, ну, кроме той утечки, что была, к сожалению, утечка документов. Но Америка, опять же, у нас, я повторюсь, наверное, у нас эксперты сидят в правительстве, и я думаю, что они делают все возможное дипломатически в рамках того, что они могут сделать. И на Израиле Индию давят. На Израиле Индию давят очень сильно. Я думаю, что Израиль пойдет с победителем, а Индия пойдет с самым дешевым товаром. Поэтому у них просто разные подходы. И вот сейчас была новость, например, что мы пытались надавить на Египт, чтобы они закрыли свое пространство для российских самолетов. Но, видимо, пока что не получается. Так что есть, видимо, пределы американской силе и влияния. Да, позиция Израиля... Израиль, понимаете, я не согласен, я критиковал Израиль за их позицию, но если, так сказать, посмотреть с их точки зрения, то есть как попытаться объяснить, почему они ее заняли, маленькая страна, которая прежде всего заботится о собственной безопасности, уже, ну, сколько ей, 80 с чем-то лет, если я не ошибаюсь? 75 лет в этом году. А, 75, окей. Я на ходу пытаюсь посчитать. Да, очень маленькая страна. Я думал, я еще плохой еврей. Продолжай. Юра, сложно быть в прямом эфире, и у меня с математикой начинаются проблемы, когда я пытаюсь... Нет, это будет... Опять же, Трамп говорил все, что хотел, и его никто не мог остановить, потому что это в прямом эфире он уже это сказал. Ну да, да, надо было просто мне выбрать какую-то цифру. Но маленькая страна, и у них проблемы вокруг, где им нужна поддержка, ну, не поддержка, а какая-то координация с Россией. И они просто, ну, боятся портить отношения. Я считаю, что это долгосрочно ошибочная позиция. Я считаю, что если... Даже не с точки зрения Украины, хотя и с точки зрения Украины. И даже просто с точки зрения того, что у Израиля самый большой союзник – это Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки требуют, чтобы Израиль занял принципиальную, морально-этическую и во всех других отношениях позицию. Я считаю, что они делают очень большую ошибку. Но Натаньяху это сама по себе... Опять же, я не живу в Израиле, я не хочу лезть внутрь израильской политики, которую я не понимаю. Но говоря извне, говоря с точки зрения американца, демократа, Натаньяху это проблема сама по себе. То есть проблема может быть не в Израиле, а в премьер-министре. И, к сожалению, да, нам не удалось пока... То есть Израиль оказывает какую-то помощь, но очень, так сказать, пытается балансировать между Россией и Украиной. Ну да, между Россией и Украиной в данном случае, между Россией и Америкой. А с точки зрения Украины, мой аргумент, если нас слушают в Израиле, и я думаю, что, наверное, с нами согласятся, но мой аргумент был бы в том, что Израиль был создан как страна, ну, после Холокоста, я не знаю, можно сказать, в результате или после, я не знаю, как правильно, но это страна, которая, ну, это люди, которые пережили или в прямом смысле, или в переносном пережили катастрофу Второй мировой войны или их потомки. И когда они, если они видят, что, опять же, я не пытаюсь, это абсолютно очень разные вещи, я не хочу сравнивать и приравнивать одно к другому, это абсолютно разные катастрофы, и то, и другое катастрофа. Но когда они видят с морально-этической точки зрения, что нечто аморальное в масштабе войны, в масштабе государств, в масштабе народов происходит в результате войны в Украине, то есть агрессия, ну, я не знаю, фашистов, я не знаю, как их правильно назвать, агрессия России против молодой демократии, которая просто пытается существовать, пытается, никто, никому Россия не нужна, не занять в этой ситуации принципиальную позицию, мне лично кажется очень странно и неправильно. Так что вот такой у меня ответ по поводу Израиля. На Индию повлиять, у нас возможности повлиять на Индию, я думаю, более ограниченные, чем на Израиль, потому что это большая страна со своей серьезной экономикой, и это происходит на уровне дипломатии, так же, как это происходит с Китаем, но у нас мы не можем, у нас нет такого, что у нас все козыря в этих переговорах и с Китаем, и с Индией. У нас есть какие-то козыри, но мы не можем заставить их, например, поддержать санкции единолично, то есть там очень непростая ситуация, где могут быть задействованы миллион других факторов в наших отношениях с Индией или с тем же Китаем. Да, интересный вопрос. Я просто еще думаю о том, что с Индией, у них большая привычка покупать российское оружие, и они могут от этого отказаться. Когда? Тогда, когда у России не будет оружия, которое оно сможет продавать Индии. Ну, сейчас мы видим у России один танк, так что, возможно, это на нем написано, предназначен для Индии. Возможно. Хорошо, давай посмотрим тогда, оторвемся, сделаем такое коммерческий и некоммерческий отступление. И что можно сделать? Вот так. Не, Юр, тебя не слышно, к сожалению. Я знаю, что пытаюсь исполнить, да, но, по крайней мере, звук, да, звук не очень. Да. А я сижу у пианино, и даже звук не проходит. Ну, что ж, хорошо. Значит, эта станция будет, видимо, не для выступления. Жалко. Посмотрим. На данный момент, друзья, Рашкин Репорт представляет музыкально-политический квартирник в русском самоваре. Ух, мы сжем. Юрий Рашкин, Ирма Заубер и Вадим Астрахан. 21 мая 2023 года, уже очень-очень скоро, в 7 часов вечера, вход только 20 долларов. И вы можете приобрести ваши билеты на ссылки ресторана «Русский самовар». Там, кажется, только такое достаточно небольшое пространство, в которое, так сказать, с ограниченным количеством мест. И там будем не только мы втроем, но, я подозреваю, еще некоторые другие замечательные гости канала «Рашкин Репорт». Так что, если вы смотрите этот канал уже, и вы живете рядом с Нью-Йорком уже, ну, так заходите на «Манхэттен» 21-го в 7 часов вечера 20 долларов. Что-то можно добавить? Я думаю, что будут песни, будут ответы на вопросы, будет музыка. И не опаздывайте, поскольку я, кажется, начинаю наш вечер своим пианино. Так что, друзья, подключайтесь. Надеюсь, вас увидите пообщаться лично с вами. Вот так. Что ж, нужно еще что-то... Я добавлю для наших зрителей, друзья, я знаю, что были какие-то комментарии, что название не нравится, но если вы зайдете на страницу «Русского самовара», то там первое, что вы увидите, это безоговорочная поддержка Украины. Просто так получилось, видимо, что у них такое название исторически. Но это ни в коем случае не значит, что они каким-то образом на стороне Путина или на стороне России. Просто хотел добавить. Я надеюсь, что я смогу тоже прийти. Я пока еще точно не знаю, но надеюсь, что я тоже смогу присоединиться. Очень надеюсь. Я добавлю, что я считаю, что это таким почти что троллингом, потому что такой у нас, ну, явно проукраинский вечер происходит в «Русском самоваре». Так, так. Ну, а если будет небольшая контроверсия, ну что ж, значит, будет небольшая контроверсия. Я думаю, что наша поддержка Украины не стоит под вопросом. А если она ставится под вопрос из-за «Русского самовара», да, друзья, то вы называете это вашей поддержкой. Давайте. Я думаю, что будет очень интересно пойти. Я никогда там не был вообще, так что для меня это новый экспириенс. Я вообще достаточно редко ем русскую еду, так что я даже не знаю, что там будут предлагать. Но там вроде бы даже питание не обязательно для нашей встречи. Там, насколько я понял от Вадима, там два этажа. И от Влада, и от владелицы ресторана, что там, значит, менеджмент, правильно? Говорит менеджмент. Что там два этажа. На одном есть пианино, то есть рояль и еда. А в другом будет пространство, в котором можно будет встретиться. Поскольку мы решили не устраивать такую встречу на два этажа одновременно. Хотя хотелось бы поиграть на рояле. Посмотрим. Может, все-таки сыграешь что-нибудь. Но в любом случае основная часть нашей встречи произойдет там, где еда не обязательно. Так что в зависимости от того, как вы себя чувствуете по поводу русской еды, что это такое. Это не Big Mac. Это не знаю. Интересно. В общем, друзья, что-то еще нужно добавить, Дима, ты хотел бы? Ну, по этой теме нет, Юра. Я бы хотел очень вкратце, я знаю, что у нас уже, наверное, час, больше часа. Я бы хотел очень вкратце сказать, что была еще, я считаю, важная новость. В прошлый раз, когда у нас была передача, мы говорили о том, что вот-вот может быть решение присяжных про суд Трампа в Манхэттене, гражданский суд, не криминальный суд, в котором журналистка Эйджин Кэрол судила Трампа за изнасилование и за клевету. И буквально на следующий день решение присяжных было опубликовано. И его признали виновным, за клевету его признали виновным полностью. А за изнасилование у них было три варианта. Не признавать виновным. Признать виновным в том, что он, ну как по-русски перевести, трогал ее без разрешения насильственно в неположенных местах. Или что это было сексуальное домогательство. Или самое страшное изнасилование. Они не признали, что было изнасилование, но они признали, что это было сексуальное домогательство. По-английски sexual assault. Ну, то есть физической формы. Там я, может быть, в прошлой передаче не совсем правильно сказал. Я сказал, что должно быть большинство присяжных. Не обязательно все. Должно большинство присяжных признать его виновным. Это ошибка федеральная. Это был федеральный суд. Поэтому в федеральном системе все присяжные, даже несмотря на то, что это гражданский суд, все присяжные должны были единоглазно признать его виновным. Все девять признали его виновным вот в сексуальных домогательствах и в клевете. И они назначили компенсацию почти в 5 миллионов долларов. Значит, если, может быть, вы не знаете, как бы с чего началась вся эта история, но в середине 90-х годов это произошло. И Джин Кэролл встретила Трампа случайно в дорогом магазине одежды. Он попросил ее помочь ему выбрать подарок для своей подруги и затащил ее, получается, в раздевалку, где он попытался ее изнасиловать. Свидетелей не было. Это было, получается, что это ее слово против его. Она никому не подавала в суд все это время, но спустя вот столько лет она сказала, что да, это произошло. Почему? Потому что он баллотировался в президенты и появилось в октябре 2016 года перед выборами, появилось видео и запись, где он говорит, что он звезда, что женщины позволяют ему все, что он хватает их за половые органы, я не буду переводить дословно, что, ну, в общем, хвастался именно тем, что он устраивает, так сказать, сексуальные домогательства. И она была одной из на сегодняшний день 26 женщин, которые сказали, что это так и есть, что он не просто разговаривал и хвастался, а что с ними нечто подобное произошло. Не все 26 обвиняли его в изнасиловании, но все как бы 26 рассказывали, что вот такие случаи с ним были, что он не придумывается. И это могла быть катастрофа для его предвыборной кампании. Я рассказывал уже, что в этот же день российские спецслужбы выпустили имейлы Клинтон, которые они украли, ну, не отредактированные, но такие переведенные в такой формат, который бы наиболее ей навредил. Но это как бы отдельная вся история. И вопрос был, сможет ли и Джин Керрол вообще, и может ли она подать на него в суд сейчас, и может ли она доказать, что он это сделал спустя столько лет. И штат Нью-Йорк принял закон, что нет ограничения по времени. Если вас изнасиловали когда-то давно, у вас есть год подать в гражданский суд. Это не криминальный суд, гражданский суд. И она этим воспользовалась, этой возможностью. А второе, он сказал три вещи, что он не знает эту женщину, не знает и Джин Керрол, что он с ней никогда не встречался, что она не в его вкусе. Я пытаюсь вспомнить. А, что она это все придумала. То есть три вещи. И это было, почему она смогла подать на клевету, что он ее оклеветал, потому что она журналистка, к ней стало приходить меньше писем от читателей, у нее своя колонка в газете, ей стали угрожать, это подорвало ее репутацию, то, что он сказал, что она обманывает. И она поэтому подала на него в суд по обоим вопросам. Поскольку это гражданский суд, присяжным не нужно доказать, им не нужно иметь полностью уверенность, что все, что произошло, это так и есть. Им нужно быть больше уверенным, что это произошло, чем не произошло. То есть там немножко ниже стандарт. И там немножко ниже стандарты по поводу того, какие доказательства можно предъявлять. Трамп не появился в суде, он не пришел в суд, этим занимались его адвокаты. И Джин Кэролл предоставила двух свидетельниц, двух женщин, которым она рассказала об изнасиловании еще, когда это произошло, вот сразу в середине 90-х годов. То есть как подтверждение того, что она это не придумала спустя 30 лет. 25, опять пытаюсь на ходу посчитать, Юра. Это раз. Второе, она предоставила двух свидетельниц, которые сказали, что Трамп тоже их изнасиловал. И это было принято тоже в суде. И она в деталях рассказала все, что происходило. Ее спросили, например, почему вы не звали на помощь, почему вы не кричали. Она сказала, я не кричу, я в этот момент не поняла, что нужно кричать. Человек растерялся, когда его пытаются неожиданно изнасиловать. И один из аргументов в ее пользу, что если бы она это все придумала, она могла бы рассказать совсем другую историю. Что именно то, что это все произошло вот так, как оно произошло, говорит о том, что, скорее всего, она говорит правду. И присяжные ей поверили. А против Трампа работала его вот эта запись, где он хвастался, что он домогался женщин. А против Трампа работало то, что он, какие показания он давал до суда. То есть, когда шли разговоры между обеими сторонами, у него были очень странные, с легальной точки зрения, вещи, которые он говорил. То есть, он, например, сказал, что она была не в его вкусе. Но когда ему показали фотографию, и что он ее не знает. Когда ему показали фотографию, где он с ней на одной фотографии, она со своим супругом в то время, а он со своей женой в то время, он сказал, что на нее, что это... Или даже он просто с ней, я сейчас точно не уверен, но он сказал, что это моя вторая жена. И вопрос то есть, она не в твоем вкусе, и ты на фотографии не можешь отличить ее от своей второй жены, которой ты ушел, кстати, от своей первой жены. То есть, это уже ложь. То есть, она не может быть не в твоем вкусе. То, что он ее не знает, тоже неправда, поскольку это есть на фотографии. И вообще, я вам скажу, что аргумент того, что женщина не в моем вкусе, как защита против того, как будто доказательство, что он ее не изнасиловал, это очень странный аргумент. То есть, получается, если бы она была в его вкусе, он бы ее изнасиловал, с его же слов. То есть, он во всех этих показаниях не отрицал, что он бы никогда никого не изнасиловал. У него были именно вот такие странные аргументы. А второе, что он сказал, это, что испокон веков звездам удается... Звезды имеют преимущество, когда они домогаются до женщин. Поскольку звезды... Ну, так, человечество типа устроено, что звезды имеют такое преимущество. И его спросили, а вы себя считаете звездой? Он говорит, да, я звезда. Но звезды... Ну, я этого не делал. Но звезды... С ней, по крайней мере. Но звезды имеют такое преимущество. К счастью или к несчастью. Он такую добавил фразу. И все это в суде сработало, естественно, против него. Он будет, наверное, апеллировать. Я пока не вижу никаких у него шансов, что он сможет выиграть апелляцию. Для апелляции нужны какие-то конкретные причины. Но это, на самом деле... Ну, радоваться тут нечем. Это достаточно печальная история вся. Но факт, что, по крайней мере, одна женщина смогла привести его к ответственности. И мы с тобой, Юра, на многочисленных передачах говорим, что уже вот-вот, вот-вот все эти судебные дела против Трампа развернутся. И у него начнутся уже настоящие проблемы. Ну, вот одно дело он проиграл. Пусть гражданский суд, пусть меньше, как бы, ну, как бы не такие серьезные последствия. Там 5 миллионов долларов. Может быть, для него это не самое страшное. Но, тем не менее, это победа правосудия. Да, и, во-первых, он, с одной стороны, уже подал на апелляцию. Так что он не собирается срочно бежать и выписывать чек на 5 миллионов долларов. Он будет продолжать тянуть. А, с другой стороны, адвокаты Джин Кэролл сказали, что после того, как Трамп выступил на CNN, и то, что он сказал про эту женщину опять, они думают о том, чтобы опять подать на него в суд. Но это такая неплохая система. Пусть учатся, как бы, так сказать, ни первый, ни второй. В какой-то момент, видимо, штраф, может быть, будет подниматься. Или, по крайней мере, они готовы продолжать сражаться. Так что это интересный момент. Когда человек, которого признали виновным, дали штраф, он продолжает, я не знаю, в таком упрощенном варианте. Иногда я видел такое с баскетболистами. Когда им говорят там, если ты это сделаешь, мы тебе сделаем штраф от лиги. А они как бы поднимают жизнь и штраф. В какой-то момент они должны понять, что это как бы дорого становится. Можно, так сказать, оказаться, пропустить игры какие-то. Но для Трампа у него столько своих, так сказать, поклонников, возлюбленных, которые посылают ему копеечку и денежку, что он согласен, видимо, продолжать сидеть в судах и не платить, и вести себя как полный, так сказать, хам и нахал. И это то, что хочет его публика. Так что он, очень возможно, будет опять в суде по этому же делу. Не гарантированно такое. Я не знаю, чтобы такое происходило в американской юриспруденции. Но Трамп есть Трамп. Если будет прецедент из-за Трампа, значит, будет прецедент из-за Трампа. Не первый раз. Да, Юр, и эта тема, поскольку СНН, вот эта встреча с избирателями на СНН, была как раз на следующий день или через два дня после этого приговора, его, конечно, спросили, и он в своем же стиле отвечал, что он ее не знает, и что она просто придумала эту историю и продолжал всячески ее оскорблять. И интересно или грустно, я не знаю, какое правильное слово, но получал аплодисменты от этой же своей публики. И вопрос, как бы, а вот эти люди, которые аплодировали, у них нет своих жен, дочерей, что если бы с ними что-то такое случилось? Они бы тоже аплодировали, они бы тоже шутили, как он отшучивается, потому что на самом деле все это выдумки, и что звездам все можно, и не будет никаких последствий. А другая параллель еще из того, что мы с тобой обсуждали, решение против Fox News за клевету. Вот еще одно, так сказать, судебное решение за клевету. Несмотря на то, что в Америке почти абсолютная свобода слова, компания Dominion, которая выиграла против Fox за клевету, за то, что Fox обвинял их в том, что они подтасовали выборы в сторону Байдена. И сейчас и Джин Кэролл, журналистка, которая обвинила его в клевете, они выиграли эти дела. И получается, что мы наглядно видим, что у свободы слова есть предел. Если вы используете свободу слова против конкретных людей или против конкретного бизнеса, то американская юридическая система все-таки вас накажет. В то время как обманывать, как это делает Трамп в политических вопросах, к сожалению, не воспрещается. То есть он может обманывать сколько угодно, и это, к сожалению, пока не несет ему... Кроме того, что избиратели, надеюсь, разберутся и не будут за него проголосовать, голосовать не несет никаких для него последствий. Ну и, пожалуй, третья аналогия попытаюсь провести. То есть мы имеем дело с очень... Я не знаю, какой правильно, с мерзавцем. Мы имеем дело с мерзавцем. Причем это мне лично было понятно уже 8 лет, когда он только появился на политическом горизонте. Поэтому то, что этот мерзавец еще и против Украины, это закономерность, это не случайность. То, что этот мерзавец еще и насилует женщин, это не случайность, это закономерность. То, что этому мерзавцу нравятся Путин и другие диктаторы, это не случайность, это закономерность. И так по этому списку можно идти очень долго. То, что этот мерзавец обманывает, то, что он пытался совершить государственный переворот, то, что он разделял детей от родителей, когда они пересекали американскую границу, вся эта жестокость, расизм, ксенофобия, все это закономерность. Это не исключение, это не случайность. И поэтому не у меня, я думаю, Юра, я скажу, у тебя у нас нет никаких, как бы, это настолько черно-бело, очень редко вещи бывают настолько черно-белые, но не у меня, я думаю, Юра, не у тебя, нет никаких вопросов, что мы против Трампа абсолютно по всем пунктам. И нам не нужно сворачивать в прецель как этим проукраинским трампистам, которых я ласково называю путики. Нам не нужно сворачивать свои мозги в прецель, чтобы как-то попытаться одновременно быть на стороне Украины и одновременно поддерживать своего любимого политика. И, может быть, на этой ноте, может быть, стоит нам завершить этот эфир. Юра, у тебя есть какие-то еще мысли? Я просто размышляю о том, что мы видим с этим Трампом и о чем это говорит, и как, в общем-то, как это все влияет, и как это будет выглядеть через достаточно много лет, когда не будет ни Трампа, ни Путина, ни Байдена. Я не знаю, если президент у нас будет Марджери Тейлор Грин. Как бы, куда это все катится и какие ворота ада Трамп здесь открывает открывает беспечно, просто ведя себя как мерзавец, как ты сказал, и выбирая, ну, просто самую поганую точку. У каждого есть свой момент. Ну, знаешь, я хотел бы такую вещь рассказать, наверное, для закрытия, как бы, историю. CNN пинает еще за то, что они пригласили Трампа себе в эфир, в принципе, вот я как-то упомянул. И у меня есть свой опыт. И потому что я приглашаю людей на свой канал, и меня приглашают люди на разные другие каналы. И мне очень часто, после любого такого controversial person, к которому я хожу, мягко говоря, например, я был в эфире у Скобеевой один раз, или там еще на каких-то там программах, большая игра. И как вы можете к ним ходить? Я без проблем. Меня приглашают, я пойду на любую площадку, потому что мне это пока что интересно, и я выражаю свою точку зрения, которую мне никто не платит, не оплачивает. И если это можно сказать перед публикой Скобеевой, хорошо, я скажу это перед публикой Скобеевой. Но приглашать Скобееву к себе никогда. Приглашать какого-нибудь Валерия Соловья к себе, ни за что, ни за какие коврижки. Потому что я не хочу дезинформировать мою публику. Мне кажется, это очень важным, что вот у нас такое место, где как бы таких людей не бывает. У нас Иларионовой не будет. Просто вот такие люди, которые заранее несут дезинформацию, я не понимаю, какой смысл то, что приглашать и давать им быть такой как ржавчиной коррозии, которая может повлиять на ситуацию. Поэтому так же, как я просто открыто баню русскоязычных трампистов, потому что мне это кажется абсолютно, ну, как-то бессмысленной политической точкой зрения. Потому что политические трамписты русскоязычные в Соединенных Штатах живут в Штатах вообще, где они не влияют на ситуацию. И это как бы, ну, хорошо, вы русскоязычный трампист, вас очень много, до свидания. Но пойти к другим в гости, пожалуйста, с удовольствием приглашайте, я рад ходить. Но на этом канале вы увидите только приличных людей. Трампа здесь не будет. Вот так. Так что давай тогда на этом, наверное, действительно, завершим наш сегодняшний эфир. Друзья, спасибо вам за то, что вы были с нами сегодня. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, читайте Дмитрия Абрамсона в Фейсбуке. И слава Украине! God bless America! Слава Украине! God bless America! До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова